Итак, здравствуйте, уважаемые! И те, с кем я уже сегодня с утра говорил, наверняка догадались, что я не смог пройти мимо, конечно же. И, несмотря на то, что мне говорили, что это охотник, и нафига он мне нужен, и все такое, тем не менее, я сдался. Что значит, я сдался? Ну, вы сами понимаете, еще одним клинком стало больше. Ну, давайте начнем с того, что на всю мою ножевую коллекцию, к сожалению, у меня, за исключением, по-моему, двух или трех экземпляров, один был сделан вручную, один был переточен с чего-то на что-то, и несколько складных ножей, которые сделаны, ну, частично в Диссельдорфе, частично в Швейцарии, и американских лидерманов, у меня, в общем-то, все остальное было сделано либо в Тайване, либо в Китае. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это не в тему, наоборот, я вот недавно вот тут спина болела, лежал, смотрел все фильмы с Брюсом Ли, и сказать честно, так, китайцы, собственно, в ножевой индустрии были не такими уж и плохими мастерами. Вот, ну, давайте, однако, хватит нам этого Китая, потому что Китай – это безграничная, так сказать, империя, она везде, она всюду, она распространяется на все. Но есть у меня возле, недалеко от дома, магазин, который на самом деле является фотостудией, но, помимо всего прочего, там еще продаются разные дурацкие реплики разных ножей. Вот, и хозяин магазина постоянно говорил мне так гордо, вытаскивая его из ящика, что у него есть нож Боуи. И не просто Боуи, а Боуи фирмы Муэлла, который он купил не более, не менее, чем в Мадриде. По деньгам получилось то, что он его купил где-то за 200 баксов. Ну, как вам сказать, 200 баксов, в принципе, для Западной Европы, для ножа, который, я не знаю, что это за нож точно, ну, с виду так нож, так нож, ну, видно, что не китаец, видно, что даже если он, то есть, ну, видно, что хороший нож, как бы, да, такой серьезный такой весь. Однако же, я никогда не видел этих ножей вообще нигде. Пока один товарищ мне не сказал, слушай, чувак, это же Инокс, это же просто те самые столовые ножи, которые у тебя на кухне лежат. Я смотрю на этот Инокс и понимаю, что этот Инокс, это действительно просто обыкновенный кухонный нож. Но у него там, блин, Боуи, кто не знает, что такое Боуи, это ножи, у которых клинок идет не как у Танту, что как у Мечта Самурая. Вот этот вот, я специально взял с собой там, то, чтобы вам показать точно, чтобы вы потом не путались. Кстати, обратите внимание на рукоятку, да, то есть, фу, на его ножны, да. Это уже тактический нож, так сказать, и все такое, Мечта Самурая. Все мы немножко Самураи. Я даже не буду вам показывать ту модель, которую я последний раз вам показывал. Вот. Курение, курение это зло. Надо бросать. Так вот. Вот это Танту. И прикол в Танту состоит в том, что у него, в принципе, нету острия. Если бы это был Боуи, он бы выглядел следующим образом. Сейчас я вам так руками покажу. Секундочку. Секундочку. То есть, у него бы был очень сильно загнутый клинок вот здесь вот, на конце. И здесь бы сзади у него был бы вот такой вот вырез. Знаете что? Я вам покажу другую модель. У меня действительно есть один такой Боуи. Это не совсем тот Боуи. Но есть у меня что-то похожее на него. Это выкидуха. Я про нее как-то уже рассказывал. С таким помпезным названием. АК-47. Вот это, в принципе, вот эта вот форма называется Боуи. Примерно, более-менее. Более-менее. Потому что все-таки это складной нож. Хоть он там и с предохранителем, и со всеми делами. Вот. И очень острый и все такое. Но все-таки это складень. И все-таки какой бы он красавец ни был. Это не тот Боуи, который был у того парня с этой Муэлой. То есть у того был в два раза больше, наверное, если не в три. Ну и, короче, запала мне вот эта вот тема. Что ж такое Муэлла? И что ж такое Муэлла? Что ж это за Муэлла такая? Я почти про это забыл. Но моя привычка заходить в эти магазины, она приводит меня все время к тому, что я нахожу там что-то такое, от чего отказаться просто не могу. Итак, Муэлла. Начнем с коробки. Это не Голстиловский вариант. Чем-то напоминает такое, знаете, такое коньяк такой дорогой, такое вино такое, коллекционное такое, да? Есть в этом что-то такое. Вот. Это оригинал, ребята, оригинал. К сожалению, у нас тут реплики не водятся. А чтобы реплика была, это надо собрать экспедицию в далекую страну, где сейчас президент новый. Назовем его Синевский. Ну, неважно. Вот это вот его коробочка такая. От колстила немножко отличается. И в нем присутствуют ножны, которые тактическими назвать уже, к сожалению, или к счастью, или как, ну, совершенно невозможно просто. Потому что они не тактические совершенно, их невозможно никуда примотать, потому что вот так вот они выглядят. Кто-то сказал, из кожи молодого дермантина, нет, это обычная кожа самая, что ни на есть. Если вы посмотрите, то еще и не однослойная. Но кожа. Вообще-то кожаные ножны, я уже по ним немножко соскучился. У меня почти никогда не было нормальных кожаных ножен, за исключением самодельных каких-то вещей. И поэтому я как бы, ну, ножны я уже потом разглядел, конечно. А теперь давайте посмотрим сам нож. Итак, эта модель называется 1655. Гарда с уклоном вниз. У меня они все с гардиками, которые идут почему-то либо параллельные, 90 градусов от клинка, либо они идут вверх, а здесь они идут вниз. Отверстие для темляка довольно-таки узкое. Паракорд туда пропихнуть было нелегко, но я упрямый, я настырный, я это сделал. Итак, посмотрим на это. Продолжение следует... И так сделано в Испании. И чтобы вы поняли, рукоятка ничего не напоминает, а мне очень напоминает. Ну, давайте сравним их рядом. Ну, давайте посмотрим. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас это модно, во-первых, а во-вторых, такие стали, которые сделаны по такому принципу, как правило, идут сквозными. Ну, сейчас вообще все сквозное почти, кроме каких-то там сурвайвелов-командосов с полыми ручками. Ну, вы знаете, не так давно я вам показывал такой нож. Вот. Теперь. Здесь мы видим некий гибрид. То есть, с одной стороны, что-то в нем от кукри есть. Просто немножко удлиняется режущая кромка за счет своей изогнутости. Это не серитер. Это, я бы сказал, вот у нас то, что это у нас в народе называлось кишкорезка. Скорее, для охотников это более удачная вещь. Толщина лезвия. Ну, по моим самым таким придирчивым расчетам, это, конечно, более тонкое лезвие, чем у рекона. Но намного ли оно тоньше, я думаю, что на один миллиметр. То есть, я думаю, что толщина этого лезвия около четырех миллиметров. Довольно-таки легкий. Я бы сказал, что гораздо легче, чем у рекона. Хотя рекон сам по себе тоже не слабый нож. Но, как бы, здесь больше упор идет именно на его охотничью часть и на его огромную режущую кромку. Он чуть-чуть короче. У рекона длина 31 сантиметр. У этого 28,5 или 29,5. К сожалению, точных данных я еще пока что не нашел. У того сталь SK-5, углеродистая сталь тайваньская. У этого красавца 420C. Насколько я понимаю, тоже такая довольно крепкая сталь. Но он, в отличие от последнего тамтоида, от G.O. Он, во-первых, он, конечно, легче. А во-вторых, ну, более функциональный, что ли, более легкий такой. Более удобно сидящий в руке. Вот чем-то он на него напоминает эти заленгеновские вот эти вот клинки, которые делались для спецвойск Адольфа Алоизовича. Ну, и кто-то мне скажет, конечно, что это страшный, но что это такое не то, что это все такое. Ну, а вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. И, скажем так, тесаков для того, чтобы охотиться на бегемота, у меня, в принципе, достаточно много. Вот, поэтому я, в принципе, не считаю, что это какая-то там такая эксклюзивная штука такая. Но, но, как они мне надоели, вот эти вот все дальневосточные ножи. А тут мы имеем европейский, серьезный, охотничий, тактический, можно сказать, нож. Вы можете его использовать на охоте, вы можете его использовать дома, вы можете его использовать на рыбалке, вы можете его использовать во время боевых действий. Только не забудьте, пожалуйста, одеть на себя вот эту вот петлю. Некоторые называют темляком, но это не совсем темляк. Просто у меня проблема в том, что у меня полы сделаны из керамики, которая, как известно, по рукавелу гораздо, гораздо крепче, чем любая сталь. И поэтому, если эта штука вдруг упадет, а упадет она по всем законам бутерброда, клинком вниз будет обязательно скол. Потому что это все-таки не углеродка. То есть, ну, какой-то процент углерода в ней, конечно, есть, но не такой, как у рекона. У рекона будет просто немножко такой, ну, сомнется, так сказать, ведет в себя. Будет, как это называется, ну, как они это хорошо назвали, вот эта вот продавленность такая вот будет. То есть, он внутри себя уйдет, грубо говоря. Расплющится. Вот. А у этого у него пан или пропал. То есть, он либо отколется, либо не отколется. Ну, а так или иначе, вот эти вот петли я поставил на все свои ножи уже очень давно, включая Викториноксы. Просто для того, чтобы они не падали, не рассыпались на мелкие кусочки. Потому что я не очень такой большой мастер в этом плане. и собрать воедино все вот эти вот проблемы. Все вот эти вот гаечки, подшипнички и все такое. Я не уверен, что я в состоянии это сделать. Хотя, конечно, и хотелось бы. И, конечно же, что я хотел еще сказать, это то, что, конечно, покрытие, покрытие. Ой, как я не люблю эти покрытия всякие. С одной стороны, с другой стороны. Ну, чем богаты, тому и рады. Кстати, ультимативная дешевость этого ножа, который в два раза дешевле, чем Рекун Танту, делает его еще более аттрактивным в глазах, как новичков, так и профессионалов. Вот. Теперь, как же эта штука, извиняюсь, выглядит в нужных. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Можно сказать, что это нечто старомодное. Или наоборот, что это нечто новомодное. Но так или иначе, качество ножа ультимативно хорошее. Поэтому, если вам немножко поднадоело работать с Cold Steel, и вы считаете, что вам нужен какой-то другой нож, желательно европейский, то, как выяснилось, это Муэлла не такая уж и плохая вещь. Не такая уж и плохая вещь. Ну, а для прикола, а для прикола я вам покажу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...